приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня у нас с вами друзья народные приметы на 2 декабря в этом видео поговорим о церковном календаре поговорим о народном календаре поговорим об иконе божьей матери который участвует в этот день 2 декабря тоже уделим внимание тому что можно и чего категорически нельзя делать в этот день 2 декабря и так друзья далее все более подробно 2 декабря православная церковь подсчитает память пророка авдия который был родом из села вифарама расположенного недалеко от сихема его имя в переводе с еврейского означает слуга господа бога он был дома правителем у царя израиля ахава с юности отличался богобоязненностью но несмотря на разврат происходящий вокруг порог вел праведный образ жизни ну а когда супруга правителя организовала гонение на христиан а где им всячески содействовал помогал укрыться в пещерах навещал их темницах период когда большинство жителей израиля отказались от веры и начали поклоняться языческим божествам он втайне служил единому истинному богу он оставил царскую службу и направился за пророком или я юфи святинянином вскоре сам обрел дар предсказания авдей в своих пророчествах предрекал гибель едома и спасения на сионе его книга это самое маленькое произведение библейской письменности состоящий всего лишь из одной главы написана она во времена первого разгрома еврейского царствования после смерти авдея похоронили в самаре и где покоились останки его предков жил и пророчествовал он в конце 10 начале одиннадцатого века до нашей эры также 2 декабря это день когда все мы с вами празднуем икону божьей матери которая именуется в скорбях и в печалях утешения среди православных христиан принято считать именно эту икону чудотворной до сих пор неизвестна история оригинала иконы в скорбях и печалях утешения но исходя из использованного письма можно понять что лик божьей матери был создан еще в давние времена никому неизвестно о том где именно хранится оригинал иконы и сохранился ли он вообще до наших дней в чем же помогает икона божьей матери зачастую икона помогает людям которые просят об исцелении помощи в печалях и если у верующие возникают какие-либо нужды нередко к не подход люди и в депрессии чтобы избавиться от уныния лет божьей матери помогает справиться с разными жизненными ситуациями также можно встретить рядом с репродукцией людей со следующими заболеваниями такими как паралич немота слабость и головная боль девочки и мальчики мы в описании к этому видео оставим вам молитвы которые рекомендуем прочитать 2 декабря тоже не забудьте сходить в церковь в храм помолиться и поставить свечку за здравие ну а в народном календаре 2 декабря проходит народный праздник как называется как день авдея родителя авдей или просто этот день наши предки называли авдея в день народе верили что авдей покровитель домашнего хозяйства и семейного счастья поэтому его и прозвали авдей родители и конечно же наши предки молили святому авдею его просили помочь в хозяйственных делах наши предки верили что человек рожденный в этот день не только заботится о своем доме ну и помогает окружающим по хозяйству хозяин дома в этот день обязательно должен был простучать обухом топора все оконные рамы и косяки для того чтобы нечисть не затаилась в человеческом жилище спасаясь от морозов таком деле как защита от всякого рода бесовщины серп коса нож естественно топор считались сильнейшими оберегами нечистью в представлении нашего народа являлась самая разнообразная и таинственная сила которая проявлялась всегда и везде она могла как вредить чаще всего так и приносить даже пользу помимо железных острых предметов народ защищался от бесовской силы крестным знамением молебнами молитвами святой водой также наши предки считали магические слова и троекратным чтением апокрифа сон богородицы что считалось особенно действенным народ верил что защититься поможет и плакун трава чеснок лук чертополог одолень трава так как считалось что нечисть не выносит их запаха тем не менее смотря на все предосторожности наших предков сверхъестественная сила все равно присутствовала в доме могла в любой момент залезть в оставленную открытой посуду или в рот зевающего человека поэтому обращаем ваше внимание наши предки считали что именно 2 декабря нельзя было без надобности выходить из дома считается осталось что в этот день на улице нечисть гуляет и лютует поэтому крестьяне предпочитали сидеть возле печи 2 декабря пить травяной отвар с медом и разговаривать напиток и страв и мед по мнению наших предков отлично защищал от любых простудных заболеваний также в этот день наши предки изгоняли нечисть для этого хозяин дома должен был простучать топором все оконные рамы и косяки таким образом проход не прогоняя из дома нечистую силу также обращаем ваше внимание что в некоторых регионах топор клали под кровать беременных женщин и под люльки младенцев чтобы уберечь их от злых духов и порчи в других регионах пастухи держа в руках топор несколько раз обходили стада веря что именно в такой ритуал защитить домашнюю скотину от диких животных и сглазом в некоторых селениях топоре клали под лавку на которой лежал покойник чтобы защитить семью усопшего от происков злых духов верили что если утопающие скажет слово топор то водяной испугается и не станет забирать его с собой топором прогоняли тучи во время града для этого выходили на улицу махали инструмента в воздухе также наши предки в этот день 2 декабря очень много уделяли внимание погодным приметам потому что для них было очень важно знать и понимать какой будет зима какое следующее будет весна и какой будет ли урожай поэтому если снег идет 2 декабря и сильный дует ветер то говорили о том что зима будет холодной а весна будет поздней если много снега выпало а на улице лежат глубокие сугробы то урожай в следующем году будет хорошие но если небо ясное то это говорило о том что грядут морозы если день хмурый то скоро потеплеет если скотина обладается это говорит о том что к метели но если ветер изменил направление то погода скоро испортится также обращаем ваше внимание что на сами продолжается рождественский пост в такой день нельзя было употреблять пищу животного происхождения и мясо рыба молоко и яйца поэтому обратите на это внимание если вы держите рождественский пост также обращаем ваше внимание что 2 декабря на обдея наши предки старались считать магические слова для того чтобы в семье было все хорошо а мы вам предлагаем провести обряд на семейное благополучие чтобы в вашем доме не было ссор и скандалов поэтому надо 2 декабря стол за которым собирается семья трижды обойти по часовой стрелке при этом проговаривать обязательно такие магические слова хочу хожу вокруг стола чтобы была дружна семья затем протереть стол стол по пол под столом и сказать следующее все неприятности водою смыты добротой мы пропитаны после сбрызнуть трижды святой водой стол и обязательно углы комнаты где чаще всего проводят время всем семейством тряпку который вытер вытирался пол под столом надо положить у порога чтобы каждый на нее наступил человек рожденный 2 декабря по знаку зодиака стрелец эти люди являются очень хорошими хозяевами у которых в доме царит и покой и уют они всегда готовы прийти на помощь ближнему человеку и обращаем ваше внимание что людям которые родились 2 декабря следует носить цитрин но если у вас глобальные планы по покорению целого мира то вам просто необходимо носить с собой аметист камень способный придать своему обладателю уверенность собственных силах защитить от происков недоброжелателей сохранить прекрасную память и уберечь от пьянства и наркомании следует учитывать тот факт что этот минерал накапливает негативную энергию поэтому если вы заметили что он треснул то немедленно выбросить его в какой-нибудь водоем тем кто поставил для себя практически недостижимую цель может помочь амулет форме распростертой ладони кроме того он способен создать в доме атмосферу уюта взаимопонимания и покоя если повесить его над окном что же касательно снов то сны приснившиеся в ночь с 1 на 2 декабря должны продемонстрировать вам истинное положение вещей если вы в чем-то уверены на сто процентов а сновидение заставляет вас усомниться в своей правоте обратите на него особое внимание вероятно посредством сновидения внутренний голос пытается вывести вас на верный путь но если у вас во снах этой ночи вы видите своего врага или того кому вы испытываете искреннюю неприязнь позитивной роли ну например он вас спасет ли вам что-то вам подарит значит необходимо пересмотреть свое мнение относительно этого скорее всего в ближайшее время этот человек сыграет не последнюю не самую плохую роль вашей жизни но если в сновидении увиденном в ночь с 1 на 2 декабря ваш добрый друг или избранник предстанет перед вами в роли предателя или как-то подведет вас во сне стоит задуматься над вашими отношениями в жизни возможно вам придется столкнуться с обманом однако не спешите сыпать обвинение еще раз хорошенько обдумайте сон и обстоятельства которые предшествовали ему в реальности мы теперь поговорим о том а что же можно делать 2 декабря по народным приметам дело в том что в день памяти пророка авдея рекомендуется провести дома в кругу близких и родных людей дело в том что наши предки верили что в этот день на улице находятся нечистые силы поэтому старались без надобности не покидать свое жилище лучше всего праздник заварить чай зажечь свечи поговорить по душам с родственниками и близкими людьми еще одна из важных традиций на православный праздник это было заваривание особого напитка 2 декабря верующие готовили отвар из трав обязательно добавляли туда мед и верили что такая смесь поможет им избавиться от любых болезней также в день памяти пророка авдея христиане старались запомнить все свои сны считалось что они помогут помочь при планировании будущего при давайте поговорим о том а что же нельзя было делать 2 декабря по народным приметам и традициям знаете в день авдея родителя нельзя ссориться с родственниками и близкими людьми считалось в народе что святой пророк авдей являющийся покровителем семейного счастья и домашнего хозяйства может за ругань между родными сильно наказать поругавшихся даже разлучиться к на какое-то время и нашлет на них тоску если же муж женой поругается в день авдея то в скором будущем могут и вовсе навсегда расстаться чтобы этого не произошло 2 декабря нужно держать не только эмоции подка под контролем но недобрые мысли если же вдруг у вас не получается выбросить из головы необходимо умыться или же как вариант сбрызнуть волосы святой водичкой нельзя держать окна и форточки открытыми в этот день 2 декабря так как в них может залететь не чистая сила наши предки в день авдея родители родителя старались изгнать нечисть из дома стуча об ухом топора по рамам и косякам дверей современной мере топор можно заменить веником но его перед этим следует промыть под проточной водой и дать высохнуть не стоит 2 декабря ходить по гостям сегодняшний день нужно провести в семейном кругу чтобы тогда темные силы не смогут вмешаться и рассорить родных людей случае когда отказаться от приглашения в гости невозможно надо по возвращении домой постоять у входной двери и трижды всплюнуть через левое плечо считается что именно таким образом можно избавиться от всего плохого что есть чужом жилище и не занести его домой также нельзя 2 декабря выкидывать остатки еды после ужина их надо раздать нуждающимся или животным тот же кто так не сделает сам скоро останется без хлеба и денег весь в долгах и в проблемах также не разрешается в день авдея родителя пить любой напиток кроме травяного чая с медом такое сочетание защитит от лихорадок бессонниц и других болезней и неприятностей только перед тем как приступать к питью надо обязательно поблагодарить всевышнего за такие дары как мед и травы также 2 декабря не стоит встречаться с недругами недоброжелателями вашими врагами общение с ними может притянуть вашу жизнь неприятности горести и даже всевозможные болезни помните пожалуйста об этой важной и ценной информации обязательно подписывайтесь ставьте лайк обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация будет полезна и важно но прямо сейчас друзья на экране виде два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимаете на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам мыслимых и немыслимых благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео